Бригада спасателей заступает на смену. 30 минут на проверку оборудования, транспорта, сборы необходимого инвентаря и в дорогу. В жаркие дни этого лета сотрудники аварийно-спасательного центра несли свою службу, патрулируя места массового скопления людей на водоемах. В первую очередь это производится в целях профилактики недопущения несчастных случаев. Спасатели проводят с гражданами беседы, инструктажи, объясняют, почему в данных местах купаться нельзя, нежелательно, объясняют про все опасности. Официально в нашем округе разрешено купаться лишь в двух местах. Эти благоустроенные пляжи располагаются на территории пансионатов и вход на них для горожан платный. Остальные места отдыха называют стихийными и купание там официально запрещено. Вместе с выездной бригадой мы побывали на нескольких из них и узнали об опасностях, казалось бы, безобидного отдыха. На необорудованных и непредназначенных для купания пляжах, как правило, стоят вот такие вот таблички, но внимания на них мало кто обращает. На берегу Москвы реки много отдыхающих. В основном это мамы с детьми и пожилые люди. В своей безопасности они уверены. И все время здесь отдыхаете? Вот на этом пляже. Как вам речка? Как вам течение? Сильное? Все нормально. Для детей это вообще отлично. Это я вам точно могу сказать. Да, можно купаться всегда. Вот здесь? Да. Но таблички висят, что купаться нельзя. Здесь же нет спасателей. Опасно. А там написано памятка, как надо плавать, как чего. Так что там фактически разрешено. Однако чаще всего несчастные случаи происходят именно с детьми и людьми преклонного возраста. Не на минуту ребенка нельзя оставлять без присмотра, даже если он играет на берегу. Прыжки в воду с вышек и мостов опасны для жизни, предупреждают спасатели ребят постарше. Вот скажи, вот это вот, я не знаю, как сооружение назвать, вы здесь прыгаете, ныряете? Да. И как? Не страшно? Нет. А ты знаешь, что это очень опасно? Чем опасно, как думаешь? Ну, если ты прыгнешь и об камень, там, ну, стукнешь, это тоже опасно. Неисследованное дно, сильные течения или посторонние предметы в воде приводят к травмам. Без профессиональной подготовки сложно понять, что человеку на воде нужна помощь, говорят спасатели. Порой он даже закричать не успевает. Патрулируя пляжи с воды, отряд обращает внимание на подозрительные мелочи. Часто это, допустим, как дети купаются, на самом деле балуются, толкают друг друга, начинают топить. Вот, можем сказать, в рупор, предупредить их, что этого делать не стоит. Но чаще приходится предупреждать и воспитывать взрослых. Купание в алкогольном опьянении категорически запрещено. Но именно этим правилом любят пренебрегать, и такой веселый отдых заканчивается плачевно. В критических ситуациях в ход идут профессиональные навыки и спасательное оборудование. Это я плету так называемую бесконечную петлю. Меня научили спасатели. Она нужна для того, чтобы, закидывая спасательный круг, у нас вот эта вот огромная длина шнура не запуталась. И потом, когда мы будем вытягивать, она распустится. И мы можем спокойно спасти человека. Если пострадавший без сознания, спасатели не только незамедлительно вызовут скорую, но и окажут ему первую помощь. Для этого у них есть специальная аптечка, вернее, целый чемодан со жгутами, бинтами, лекарствами и другими препаратами. Первым делом необходимо очистить дыхательные пути и заставить пострадавшего дышать, говорят специалисты. Смотрим, когда мы делаем вдохи, смотрим, чтобы грудная клетка приподнималась. То есть, если грудная клетка не поднималась, значит, мы не освободили дыхательные пути. Либо там есть какой-то анородный тело, либо мы просто мало запракинули в голову. При этом необходимо отличать так называемое сухое утопление, когда в легких нет воды, делится Константин Анисимов. Спасатель со стажем, он не раз участвовал в ликвидации чрезвычайных ситуаций и вытаскивал людей из воды. Уверен, первые минуты при спасении самые главные. В первую очередь, это сам выдержка, контроль, умение правильно и рационально оценить ситуацию, обстановку. Общение с людьми, потому что это очень важное общение с пострадавшими. Но, естественно, постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. Кроме этого, спасателям необходимо постоянно повышать профессиональные навыки и физическую подготовку. Но лучше каждому из нас самим беречь свою жизнь и соблюдать правила безопасности. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok